Дорогие друзья, добрый вечер. Меня зовут Татьяна Евграфова. Я руководитель Бероамериканского культурного центра Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Маргариты Ивановны Рудомино. Наш центр, посвященный культуре Испании и Португалоязычных стран, регулярно организует мероприятия сейчас в режиме онлайн, для того, чтобы мы все могли узнать об этом прекрасном, необычном, удивительном мире Бероамерики. И сегодня мы встречаемся с журналистом Дарьей Гавриловой, которая совсем недавно, в 2019 году, написала книгу «Что такое Барселона». Книга была выпущена издательством RepoClassic, и надо отметить, что у этого издательства есть целая серия, которая называется «За границей без вранья». В этой серии есть книги «Что такое Чили?». Как раз недавно мы с вами встречались с автором этой книги Анастасией Полосиной. «Что такое Аргентина?», «Что такое Перу?», «Что такое Мадейра?» и другие книги. Сегодня же мы узнаем о Барселоне. Несмотря на то, что это не столица Испании, этот город очень и очень известен для наших соотечественников. Многим, я думаю, посчастливилось побывать в этом городе, но слышал в любом случае о нем каждый, даже тот, кто не был Испанией, не учил испанский язык. Далее же посчастливилось в этом городе сейчас жить, работать. И сегодня на нашей встрече она расскажет о своей книге, расскажет о своем личном опыте жизни в Барселоне. И самое главное, что она будет отвечать на ваши вопросы. Те участники, которые присоединились к нам непосредственно в видеоконференции в Zoom, смогут писать свои вопросы во вкладке «Вопросы и ответы» и писать свои комментарии в чате. Пожалуйста, это делайте, потому что Дарье будет очень приятно именно рассказать о том, чего хочется узнать вам. Потому что о многом другом она уже написала в книге. И, конечно же, будет здорово, если вы эту книгу прочтете. Дарья, я передаю вам слово и присоединюсь к вам уже, когда мы будем вместе зачитывать вопросы. Добрый вечер всем. Я очень рада, что вы присоединились и смотрите сегодняшний рассказ в моей книге, презентацию в моей книге. Сегодня мы говорим про Иберию. Это клоустров, где находится Испания, называется иберийским. Поэтому ибероамериканский, где зародился испанский язык, и откуда культура испаноязычная сохранилась в Америку. Барселона. О том, что я хочу жить в Барселоне, я знала с 18 лет. В 18 лет я поняла, что это город моей мечты. Это было на первом курсе института. Я выиграла свою поездку в Барселоне, где Татьянин день студенческий. Я выиграла танцевальный конкурс, на котором первым призом оказалась поездка на 5 дней в любой город Европы. Я поехала в Барселону. Я прилетела сюда ровно в день своего 18-летия. Я это помню очень хорошо, потому что мне пришлось для получения визы брать разрешение от и папы, и мамы на выезд из территории России. Несмотря на то, что в день вылета, мне это разрешение уже не было нужно, потому что я уже была совершеннолетней гражданкой. И когда я приехала в Барселону в свои 18, я не знала ни слова на испанском. Я впервые узнала о том, что существует каталанский язык. Я была в городе совершенно одна, 5 дней, и я влюбилась в него вот с первого взгляда. Мне нравилось абсолютно все. Мне нравился воздух, мне нравились здания. Я ходила, смотрела совершенно влюбленными глазами на все, ни слова. Особенно мне понравились каталонские бутерброды с сыром. А каталонцы смазывают хлеб томатами. Я не понимала, что происходит, но было очень вкусно. Казалось, это просто хлеб и сыр, но мне эти бутерброды понравились. Сильные впечатления на меня произвели. И в какой-то момент был очень странный. Например, я просто шла по улице, меня остановил каталонский дедушка. Начал что-то мне рассказывать, вот так вот жестокимируя. Я стояла, говорила, я не понимаю. Нет, этого не происходит. Я захочела быстрее с тем, что этот дедушка меня поцеловал 3 раза в щеке и пошел дальше. Я до сих пор не знаю, что это было. Но это была часть вот этой вот какой-то невероятной магии. Барселона меня покорила в тот момент. Я в свои 18 лет решила, что вот он, город, в котором я когда-нибудь хотела бы жить. До того момента, когда я начала в нем жить, оставалось еще очень много времени. Но с этого момента я начала изучать культуру Испании. Я начала изучать испанский язык. Я начала изучать, в общем-то, саму каталонию. Я, например, моя финальная диссертация, когда я закончила журфак, была на тему освещения проблемы каталонской независимости испаноязычными и каталонноязычными СМИ. Например, я уже тогда, в общем, читала какие-то вещи об этом городе. И я выполнила свою мечту. Я когда закончила... К моменту, когда я закончила вуз, я выучила испанский язык. И я поехала на программу мастер, я поехала в Испанию. Правда, программу мастер делала в Мадриде. Я жила 8 месяцев в Мадриде. Поехала по той простой причине, что в Каталонии, в Барселоне, я пишу об этом в книге, говорят на двух языках. Это испанский и каталанский. Вот каталанский у меня не учила. Поэтому я испугалась ехать и учиться в Барселоне, где обучение может проходить на двух языках. Но после окончания программы мастер я переехала в Барселону. И в этом городе я живу с 1 июля 2013 года. Это день, когда я со всеми своими чемоданами приехала в каталонскую столицу. Татьяна совершенно верно сказала, Барселона, хоть это не столица Испании, это один из самых известных европейских городов. Это абсолютно один из самых известных испанских городов. То есть Мадрид и Барселона. Барселона сегодня по своей известности не уступает Мадриду совершенно. И я лично, я называю ее так в книге и назову ее так сейчас, я убежит, что Барселона – это главный город в Средиземноморье. То есть из тех городов, которые именно на побережье находятся, Барселона, Средиземного моря, Барселона – это, с моей точки зрения, неоспоримый главный город. То есть это столица Средиземноморского бассейна, можем сказать так. Как рождалась идея о том, чтобы написать книгу? Но тут нужно сказать, что я журналистка, я до сих пор, я собственный корреспондент коммерсантов в Испании. Я для Зайского дома коммерсант освещала достаточно много событий, от коронации действующего короля Испании Филиппе V до протестов, которые проходили в Барселоне. И я работала в журналистике, собственно, с тех же 18 лет, что я знакома с Барселоной. То есть я много писала текстов, мои тексты много можно где найти. Я также водительная работница, могу, возможно, слышать на Санкт-Петербурге, 93,6 в Москве. И то есть писать никогда не было для меня чем-то чуждым, но книга мне казалась очень амбенциозной задачей. И я не знала, как к этому поступиться. То есть это не родилось так, что я в какой-то момент проснулась и такая, сегодня я начну писать книгу. Нет, это было больше, как в начале знаменитого текста «Призрак бродит по Европе». Вот призрак бродил по моему сознанию какой-то, что вот что-то нужно написать. Я, как и многие люди, которые приезжают в Барселону, я начала водить в Барселону, в Испанию, вообще в другие города. Я в какой-то момент начала водить экскурсии по Барселоне, до сих пор их вожу, но сейчас, понятно, не актуально. И в этих экскурсиях я рассказывала про город, я узнавала все больше, я сама ходила на экскурсии, я читала местные книги. И у меня накопился огромный объем информации. И ко мне приезжали друзья, задавали мне вопросы. Мне казалось неэффективным рассказывать каждый раз все те истории, и у меня их очень-очень много. То есть сегодня у нас будет полтора часа, и я за полтора часа не расскажу все, что я рассказала в книге, например, естественно. Ну и с друзьями мне хотелось тоже расслабиться и поговорить о каких-то наших делах, а не выступать в роли такого гида, который рассказывает только про Барселону. Поэтому людям было интересно. И в какой-то момент у меня начались, такое вот появилось желание, что хотелось бы собрать все, что я узнала об этом городе, в какую-то единую форму. То есть у людей разные вопросы, кому-то интересна история, кому-то интересна политика, кому-то интересна кухня. Вот ответить на все эти вопросы настолько, насколько я могу на них ответить, и собрать это воедино, в нарратив. Такая книга о городе, которую было бы интересно прочитать и туристу, который приехал в город на, не знаю, неделю, и новым жителям, которые переехали и хотят здесь остаться. И просто человеку, который сидит в Москве или Петербурге, или Казани, в Владивостоке, в любом городе, что было бы интересно прочитать про Барселону, что это не какая-то очень... То есть это не путеводитель в том плане, что написано, что вот идите в этот ресторан, а этого ресторана через два года нет. Эта книга, это именно рассказ, нон-фикшн о Барселоне, что это за город, но я к этому вернусь чуть позже. И как, значит, у меня в голове бродили эти мысли, я встретилась со своим другом, тоже журналистом, Иван Калашников, это футбольный журналист, который живет в Барселоне. И я многим рассказывала, что вот у меня есть такая идея, было бы неплохо написать книгу, но я не знаю, с чего начать и куда с этим идти. А Ваня Калашников, должно сказать ему огромное спасибо, у него уже была на этот момент изданагнида, все любители футбола, книга называется «Мир английского футбола», Ваня прекрасно пишет, книжка очень хорошая, информативная, смешная. И Ваня, когда я начала вот так вот мысли про Древо растекаться, Ваня говорит, это классная идея, давай пиши эту книгу, в чем проблема, почему ты не можешь начать? Я говорю, ну это как-то так, и он мне просто сказал, что смотри, ты сейчас пишешь печень, пишешь заявку, рассылаешь ее в издательство, и обязательно кто-нибудь твою заявку ответит «да». В общем-то он был абсолютно прав, дал мне этот финальный толчок, помог мне сформировать мои вот эти мысли в какую-то кинетическую энергию. Я написала заявку, отправила ее в издательство, и издательство, репол, спасибо, большое спасибо. Кстати, вот сейчас расскажу, в городе это такое тут как будто написанное, как будто совпадение, которое должно было произойти, в Каталонии на самом деле есть город под названием Репол, он реполь, конечно, чуть-чуть по другому признается L, это один из самых красивых таких средневековых городов Каталонии, где Суриена, и там, скорее всего, снималось что-то из «Авера престола». То есть потом она снималась. Очень благодарна за заявку Репол за то, что они ответили на мою заявку положительно, сказали «да». Давайте, ну и как правильно рассказала Татьяна, у меня уже была вот эта серия «За границей без вранья», в которую моя книга в итоге вписалась. И когда мы подписали контракт с издательством Репол, я начала работать над книгой. Работа над книгой началась в декабре 2017 года. Это состоялось. Как я работала над книгой? Работа над книгой, конечно, оказалась задачей отличной от работы над текстами журналистскими, потому что я журналистка, то есть, как я говорила, писать мне это не что-то новое, но тут для меня была, конечно, очень новая задача. Это первая книга, которую написала полностью я. Вот она. Если вы не знаете, как она выглядит, сзади что-то такое Барселона. Она еще вернется к нам. Я являюсь одной из соавторов книги «История русских медиа», изданной издательством Афиша, «История русских медиа» с 1989 года, 2011 год. То есть это не первая книга, где мое имя находится, но это первая книга, которую написала полностью я. И, конечно, писать книгу было значительно сложнее, это очень сильно отличалось от статей, потому что когда у тебя есть статья, это маленький объем работы, и, в принципе, всегда понятно, что, ну, то есть, это всегда выглядит так, что вот я могу сесть и написать ее сегодня, а если я не напишу сегодня, то я напишу это до конца недели. А тут был объем работы с огромным количеством информации. Барселона — это очень древний город. Барселону основали римляне. В Барселоне больше, чем две тысячи лет. Я хотела рассказать про историю города, но так как я не историк, я хотела рассказать такую веселую историю города, как журналист, с журналистской точки зрения. Но, тем не менее, историю города очень много, больше двух тысяч лет, и все эти истории, все эти знания нужно было обратить в нарратив, это все связать. И самое сложное было, что это не та работа, которую конец вообще виден. То есть, вот ты садишься работать, и когда ты закончишь, непонятно. То есть, это ничего не произойдет ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Это был очень интересный опыт, который, на самом деле, мне... Я справилась с этой задачей, книга вышла. Но он потребовал сильной структуризации своего времени, очень жесткого планирования. И для того, чтобы написать книгу, мне практически пришлось поменять всю свою жизнь. Но моя жизнь поменялась в худшем году этой книге, потому что когда у тебя есть четкая структура работы, жизнь становится в целом намного легче. Где я искала информацию? Информацию, ну, тут... Это вопрос, который мне задавали на предыдущей презентации. Это классические... Я использовала свои журналистские способы. То есть, я... Часть информации это интервью с людьми, с жителей города, с экспертами, с политикой, которые там нет. Но у меня есть там интервью очень интересное с людьми, которые организовывали Олимпиаду в Барселоне в 1992 году. Есть интервью с современными урбанистами, которые определяют, как Барселона будет развиваться дальше. Есть просто интервью с жителями. То есть, часть информации это интервью, часть информации это из книг. И архивные работы в библиотеках я не делала, но я делала архивную работу с газетами. Потому что газеты основные барселонцы уже все оцифрованы, их архивы доступны на сайтах. Вот в архивах газет, например, то, как именно... Все, что связано со смертью Антони Гауди, если кто не знает, Антони Гауди — это архитектор, главный архитектор Барселоны, главный архитектор Испании. Это человек, который запланировал саградо-фамилию, человек, который построил дома... не построил, это неправильный термин, дизайнировал, создал дизайн домов Милай и Ла Петре, это один же дом, дом Балье, дом Висенс, это главная барселанская знаменитость, то есть практически все барселанские достопримечательности, которые дают здание, это Антони Гауди. И саграда-фамилия, знаменитая церковь, его работы — это самый посещаемый монумент во всей Испании. То есть мы говорили «Мадрид-Барселона», в этом плане у Барселоны первенство, самое интересное здание, которое вообще есть в Испании, оно находится в Барселоне, его создал Антони Гауди. Все, что связано со смертью Антони Гауди, вокруг нее очень много мифов и легенд, которые гиды, в том числе, распространяют. Информацию об этом я брала из газет того времени, то есть у нас не заметок, которые писали о том, что случилось. И какие-то такие тоже были события, где я использовала газетные архивы. Откуда информация? Ну и о чем книга? Как я уже сказала, объем работы, объем материала, который мне хотелось бы передать в этой книге, был гигантский. И в итоге вот она, моя книга. У нее подзаголовок, который всем обычно очень нравится. «Что такое Барселона?» «Пляжи, независимость, хамон». Почему я выбрала такой подзаголовок? Над ним смеются все. И русские, когда я перевожу это своим друзьям здесь, все смеются. То есть каталонцам тоже нравятся, это пляжи, независимость, хамон. Мне хотелось передать дух моей книге. Она non-fiction. Но она, я очень хотела, мне хочется верить, что она не занудная. Я думаю, что для кого-то она, может быть, и занудная. Но мне не хотелось ее делать такой. И я рассказываю там не только об истории города, хотя я о ней рассказываю, но я рассказываю и о том, чем город живет сейчас. Мне очень хотелось это рассказать. И вот я выбрала три такие вещи, которые в чем-то смешно очень контрастируют друг с другом, но при этом создают достаточно полноценную картину города. То есть пляжи, это то, о чем думает каждый, когда думает о Барселоне. Независимость, это такая серьезная политическая часть. Но это тоже вопрос, который у всех всегда есть. Те, кто были в Испании, те, кто были в Барселоне, конечно, знают, что Каталония, регион столицы, которого Барселона является, хочется делиться от Испании. И существует политическая борьба. То есть о ней я тоже говорю в книге. Ну и хамон. Хамон это такой, в России это символ Испании ввиду событий наших уже российских политических. Хамон, все знают, что это такое. Это такая главная испанская копченость, один из главных испанских деликатесов, который отсутствует с Испанией. Ну и в моей книге это говорит о том, что, то есть пляжи, это такая часть Барселона, которую знают туристы. Барселона как бы такая по верхам. Независимость, это серьезная политическая Барселона, серьезная история. И хамон, это Барселона и жизнь. То есть кто же в Барселоне живет, видят ли здесь этот самый хамон, какая здесь кухня, и такие более, ну, житейские аспекты того, что такое этот город. Сама книга, ну то есть это уже дает представление о том, что в книге есть. Сама книга разделена на две части. Первая часть называется «Как устроена Барселона», вторая часть называется «Просто жизнь». Часть первая «Как устроена Барселона» это историческая часть, то есть здесь как раз я рассказываю всю ту 2000-летнюю историю города, но рассказываю я в итоге придумала, мне кажется, достаточно интересную успешную структуру. Татьяна, я думаю, в курсе этого, в Испании, очень важно это по всех городах Испании, в Матриде это тоже есть, в Барселоне это есть. Очень важна такая вещь, как Баррио, это район, культура Баррио. У нас, конечно, в России тоже есть районы, но они у нас не имеют такого значения сильного, как они имеют в Испании. В Испании каждый район, ну как правило, каждый район исторически появился именно в таком, в таких границах, которые появились, потому что это было историческое появление, то есть практически в каждом испанском городе есть такой район под названием «Старый город». Это та часть, которая появилась очень часто там в первом, третьем веке нашей эры. И там есть здание, большая часть зданий старого города сохранилась с 13-14 веков и так далее. То есть, поэтому этот район называется «Старый город». Дальше, например, что происходило? Например, город стал расти, появились деньги, и вокруг старого города вырос новый город, и там, например, жила аристократия. Либо в новом, аристократия стала в старом городе, а в новый город уехали бедные. И это сформировало особую культуру этих районов. У каждого города есть свои районы, которые, если вы живете в Испании, если вы переезжаете в город в Испании, обязательно первое, что нужно сделать, это разобраться, что здесь за районы, кто там живет и так далее. У каждого района есть свой праздник, люди друг друга знают. Это очень-очень важная для испанской культуры вещь. В итоге, что я сделала для первой части, как устроена Барселона, я разделила эту часть именно по районам города и уже через районы я рассказала их историю. То есть, кто в этом районе живет сейчас, хотите ли вы там жить, имеет ли туда ехать смысл, если вы туристка, если вы туда приехали, что там смотреть, кто там живет, какой там в целом характер, что там есть. Вот, например, у Барселоны, у своего района может быть свое знаменитое районное блюдо. То есть, вот до такой степени. Вот. Я разделила эту часть на районы и, соответственно, я рассказываю и про, что происходит в этом районе в современной Барселоне сейчас и почему это так именно сейчас я объясняю через уже историю. Таким образом, я рассказываю историю всего города. Начинается первая глава Барселоны. это старый город, готический квартал. Это, собственно, та часть, которая вот была, началась в первом веке до нашей эры и потом достраивалась. эта историческая часть начинаю я с нее и дальше рассказываю про другие части, пока не создается полная картина того, какой была история Барселоны и как эта история повлияла на то, как город выглядит. Вторая часть Барселоны, она более журналистская. То есть, первая часть такой классический, фикшен, история. Вторая часть называется «Жизнь». И в части «Жизнь» я рассказываю о том городе, каким Барселона является сейчас. То есть, чем она живет, какие проблемы волнуют местных жителей, кто эти местные жители. Здесь главы 3 это то, как появилась вот Барселона сегодняшняя, которая говорила, что это главный город Средиземного моря, что редко кто не слышал о Барселоне. При этом это не столица своей страны. То есть, вот как так получилось, что Барселона стала тем городом, который мы знаем сегодня. Во многом это благодаря Олимпиаде 1992 года. Это Олимпиада, которая изменила облик Барселоны. Это Олимпиада, которую я знаю, что люди, которые изучают урбанистику, люди, которые изучают серьезное проведение спортивных мероприятий на большом уровне, они в университетах проходят Олимпиаду 1992 года в Барселоне. Потому что это просто фантастически успешное было мероприятие, которое превратило в Барселону из, в общем-то, мало кому интересного такого периферийного города, индустриального достаточно, то есть в России. Ну, понятное дело, что на Средиземном море, да, то есть не забываем, что море тут есть. Но в России, конечно, аналогами того, чем была Барселона, были бы такие города, как Тольятти и Челябинск. То есть города, где мощная индустрия, которые выросли за счет индустрии. Вот этим городом была Барселона. И во многом Олимпиаде 1992 года удалось превратить, поменять полностью имя города за рубежом и сделать из такой вот индустриального крепыша сделать вот эту Средиземноморскую жемчужину, в которую сегодня приезжает так много людей. Это первая глава, как эта трансформация происходила. Ну и дальше мне лично кажется, это две очень интересных главы, но тут я, конечно, понимаю, что у всех свои интересы. Одна из них это про международную Барселону, то есть Барселону, в которой привлекательны для людей со всего мира. А в Барселоне сейчас вот у меня в книге написано точная цифра, я сейчас могу ошибиться, но в Барселоне живет около 200 национальностей со всего мира, очень-очень много людей. В старом городе Барселоны процент иностранцев составляет 50%. Половина населения людей, которые живут в старом городе, это иностранцы. Я вот, например, живу в старом городе, собственно, вхожу в эти 50% иностранцев. Что это за люди, почему они здесь, как они живут, какие у них проблемы? Здесь я также рассказываю о таком феномене, который, я не знаю, слышали ли вы о нем, но он очень всегда интересует не только людей из России, людей из всех стран мира, что в Испании, в Барселоне конкретно, есть такой феномен, как туризмофобия. Город опасается туристов и хочет снизить объемы приезжающих к ним людей. Что это вообще и почему это происходит? То есть, вот этот феномен, я о нем говорю в международной Барселоне. Ну, и последняя глава, это Барселона как каталонский город. Я уже сказала, что Барселона это столица Каталонии и в этой главе я рассказываю о том, чем все-таки отличается Испания от Каталонии или Каталония от Испании, какие здесь есть традиции, кто такие каталонцы, почему, собственно, проблема отделения стоит, что такое каталанский язык, насколько сильно он отличается в испанском и так далее, и так далее. Также в части жизни я немножко говорю про и испанско-каталанская культура, вообще жизни и всего на свете. Мои, мне, в общем, в какой-то момент начинать, какие-то главы мне дались легче, чем какие-то другие, а я честно скажу, что мои, мои любимые главы, это, наверное, вот последние две главы, вот эти журналистские очень главы про то, как живут в городе каталонцы местные, как живут в городе новые приехавшие жители, какие-нибудь отношения, то есть это мне очень интересно. И последнее, ну, последнее, наверное, что... Не последнее, я хотела бы с вами сейчас поделиться фотографиями, потому что мы сейчас говорим о Барселоне, это такой яркий город, и странно, наверное, было бы не напомнить вам, в том числе, почему он так любим, и в книге, я должна сказать, что в книге внутри есть фотографии, список со снимками, на ними работал мой друг и коллега Матвей Подгорнов, и сейчас я вам покажу некоторые снимки, которые в книге есть, их больше, ну, и эти снимки тоже, в общем, передадут, я думаю, немного, как... вот эти темы, о которых я сейчас просто сама рассказала, на все будет понятнее, как это выглядит в книге, что это за темы, что это за город, сейчас я начинаю делиться с вами с вами экраном. У меня картинка, вот, вы должны сейчас видеть экран, и... Ну, собственно, с чего начинается, я построила эти фотографии в порядке пляжа Независимость Хамон, как обещано на подзаголовке моей книги, собственно, вот она, я думаю, что это самый такой коммерчески узнаваемый, коммерчески узнаваемый, дорогое в сердце многих изображений Барселона, это знаменитый барселонский пляж, пляжа Независимость Хамон, это очень, вот этот парусник здесь виден, от LW. Собственно, не буду рассказывать, не буду, что называется, спойлерить книгу, подробнее вы можете прочитать в книге, но, например, почему вот Олимпиада 1992 года так важна и сделала Барселону такой, какая она есть сегодня, пляжей в Барселоне, вот таких пляжей в Барселоне не существовало до Олимпиады, да, то есть эти знаменитые барселонские пляжи, на самом деле, они искусственные, это почти 5 километров искусственно созданных, искусственно насыпанных пляжей, которые были созданы в Олимпиаде. Самый узнаваемый, с чего я, собственно, начинаю, пляжи, это появилось только в 1992 году. Ну, тут пройдемся, вот, да, вот этот морской вид Барселоны. Барселоны, они, об этом я говорю во главе про культуру, Барселона гордится тем, что они культура моря и горы, моря и мунтанья, вот здесь можно, море мы уже видели, Барселона, как амфитеатр, окружена горами, и здесь это одна из наиболее известный гор города, это Дорам Монт-Джуи, здесь видна, это вот такой торжественный парадный въезд в Барселону, Барселанскую Россию. Дальше, как я говорила, первая глава моей книги посвящена старому городу. Старый город, это вот такая средневековая архитектура, на самом деле на этой картинке изображен средневековый королевский дворец. Вот именно на эти ступеньки, которые на этой картинке есть, приезжал Христофор Колумб рассказывать испанским пиролям Изабеллу и Фердинанде о том, что он открыл путь в Западную Индию, как тогда называли современную Америку. Исторически здесь произошло, но просто как иллюстрация, о чем книга, вот этот вот старый город Барселон, если вы были, легко знаете. Дальше я говорю, конечно же, нельзя говорить про Барселону, про культуру Барселоны, без баров, ночной жизни и так далее. Испанцы очень социальная нация, очень любят, очень поздно ложатся, ужинают только самые ранние в 8, в 9-10 они только ужинают, потом они идут гулять, танцевать и так далее. Про баров эти аспекты такие социальные жизни тоже рассказывают. Один из старинных, самых веселых баров Барселоны здесь изображен. еда, здесь, правда, не барселонская, но здесь они уже везде есть, здесь собраны Пинчос, Пинчос и Тапос, есть целая глава, где я рассказываю про что это и как это, вот она, независимость, традиционный протест за независимость, здравствуй, республика, да, здесь вот флаги за независимость и мне фотографию эту я сделала, потому что дети, да, то есть это часто шокирует людей из России, что массовые протесты и на них люди приходят с детьми, потому что массовые протесты, вызывания, это в целом мероприятие не опасно. Правда, конечно, вот эти все части испанской жизни, испанцы очень страдают вне изоляции, потому что все эти прекрасные бары сейчас, конечно же, не работают, в том формате, в котором они работали, до изоляции, но очень... здесь у нас Антони Гауди, это знаменитый дом Бальо и сограда фамилия, фасад Рождества, который был сделан при жизни Гауди, вот на него приехали посмотри на реки, и здесь барселонские все флаги, это в мэрии Барселоны здесь изображена, каталонский флаг, испанский флаг, флаг Барселоны, и такое чистое небо тоже очень характерное для Испании, Глубистан он главой, который на тобой пристрелит к одному солнцу. Последние две фотографии здесь, это барселон очень красивый, склады с самым посещаемым монументом во всей Испании, легко узнаваемой церковью саграда фамилия, и здесь это я, поэтому меня легко узнать, это каталонский санта, я бы так его назвала, но я вам про него сегодня рассказывать не буду, это гигантское бревно под названием Кагетил, если вы из него не знакомы, про него я рассказываю на последних страницах своей книги, это каталонский санта, он классный, он бывает очень большой, это гигантского размера, он вот такой гигантский, что я могла удержаться, с ним фотографировалась, но чем мне так нравится Кагетил, и чем он такой особенный, вы знаете, прочитать, прочитать книгу, это незабываемая, это лучшая традиция из всех рождественских традиций, которые бывают, вот, в книге есть еще больше фотографий за работу, благодарность моему другую коллеге, фотографу Матею Подгорнову, я сейчас прекращу делиться экраном, и у меня совсем чуть-чуть осталось сказать, прежде чем перейдем к вопросам, что я хотела сказать последнее, это, что, к сожалению, не все, что я запланировала написать, у меня получилось написать вовремя, должна была быть глава в части жизни, то есть переход от истории к жизни, я хотела сделать главу про гражданскую войну в Испании и про Барселону во времена Франко, Франсиско-Франко, в Испании была правая диктатура, Франсиско-Франко, закрытые границы, сильные поражения в правах для огромной части населения Испании. И сами барселонцы, это такая печальная, очень больная, полная боли страница для барселонцев, для всех, для многих испанцев, не для всех, для многих испанцев, но для барселонцев однозначно. И я хотела сделать эту главу, я хотела сделать интервью с людьми, которые мне рассказали просто как жилось в это время в Барселоне, когда Франко был жив, как может быть, в Барселоне, потому что все знают, все барселонцы любят рассказывать, что когда Франко умер, Барселона праздновала, они открыли свое игристое вино кава, и что в городе не осталось ни одной бутылки кавы, город праздновал смерть диктатора. Может быть, кто-то мне про эту историю бы рассказал. Я записала несколько интервью, но, к сожалению, я хотела сделать это прямой речью самих жителей, то есть так, как это делает Светлана Алексеевич, просто рассказы, но, к сожалению, не успела я это сделать для этой книги, в том числе и потому, что, например, было такое печальное событие, что я договорилась с папой одной моей подруги об интервью, и в день нашего интервью у него случился эмпаркт, но им все хорошо, он пережил этот день, но мне, конечно, это тоже для меня было потрясением этой ситуации, мне было сложно организовывать новое интервью, договариваться с людьми, не смогла я перебороть это, но я надеюсь, что если книга будет успешной, люди будут ее покупать и читать, и будет переиздание, то я смогу написать эту главу и включить туда рассказы самих барселанцев о том, как им жилось до Олимпиады, до вот этого раскрытия, во время это достаточно печально для самих жителей города. Вот, и на этом у меня все, я надеюсь, что это было интересно послушать мой рассказ о том, как я писала эту книгу, и надеюсь, что вам, или вы ее уже читали, а если не читали, вам стало интереснее ее прочесть, и что эта книга будет именно тем, что я задумывала, это такая книга, после которой вам должно быть, стать очень много, намного более понятно и прозрачно про Барселону, про каталонскую культуру, и немножко больше понятно про испанскую культуру, ну и последнее, что я хотела сказать, это тоже мы вместе с Павлом Костюком, моим издателем, придумывали, что я очень этому рада, что здесь на крышке книги у нас изображен каталонский флаг, то есть четыре вот эти вот красные полоски на желтом фоне, поэтому книжка такая яркая, и на ней есть флаг региона, который, столицей Катарова Барселона является. На этом мой рассказ закончен, и если у вас есть вопросы, была бы рада ответить. Да, и спасибо большое. У нас уже есть вопросы, и участники могут еще их писать, те участники, которые с нами в ЗУ. Первый вопрос был о кухне. Насколько кухня отличается от Костельской? Наверное, имеется в виду именно кухня Барселоны в отличие от других регионов. Да, я поняла. Ну, хороший на самом деле вопрос, потому что в каком-то смысле отличается она, конечно, не сильно, потому что это все-таки Испания — это одна страна, и кухня-то распространилась везде. Но чем является каталонская кухня, какие у нее отличия? Вообще тут нужно говорить, наверное, про кухню. В целом разделить Испанию, я бы сказала, на четыре таких кулинарных региона. То есть это был бы центр Кастильи именно, это был бы юг Андалусея, потом Валенсия, Болярские острова и Каталония, я бы объединена в один регион, и дальше север. То есть это вот такие четыре крупных вещи. Если мы говорим про Кастильскую кухню, то Кастильская кухня, она как раз, кстати, такая очень северная, она похожа, ну, то есть она не похожа, конечно, она же там много таких жирных вареных блюд. Это всякие кассидо, мадриленю, где в одну кастрюлю скидывают картошку, бобы, три вида мяса, это все варится, оно такое жирненькое, это вот в мороз тоже было бы хорошо поесть такое. Вот это Кастильская. Вот такого в каталонской кухне нет вообще, то есть тут нет таких варьев, таких вот на морозистый день, потому что в Каталонии очень мягкий климат. Я бы сказала, что в Каталонии, наверное, один из самых мягких климатов в Испании. Ну, на севере, вот Галисия, она такая на Англию похожа, но в Барселоне и в Каталонии вообще, потому что Пиренеи, они защищают Каталонию, и тут никогда нет экстримов. То есть вот летом самое жаркое, что здесь бывает, это 35, в сравнении с югом, где там 50-55, это очень мягкое. И здесь тоже зимой не холодно, то есть в том же Мадриде зимой может до минус 7 доходить легко, а в Барселоне температура в целом, ну, ниже нуля, она не опускается. И в Каталонии в целом, то есть в горах может быть, но очень мягкий климат, поэтому вот таких вот там варьев совсем, ну, вот их не существует. Что существует? Это я коротко упомянула, это культура мар и монтанья, гора и море, и у них, у каталонцев есть такой микс. Это такие, действительно, очень странные блюда, то есть монтанья, в этом понимании, это леса, горные леса, где собираются разные виды грибов, где есть дичь, то, что по-русски называют, то есть кабаны и кролики, и есть еще, вот это каталонцы очень любят, есть долины реки Евро, где они забирают улиток, это улитки, это прям улитки, это они есть, но вот их едят, есть сезон улиток, это считается деликатесом, есть море, но море понятно, это всякие кракатицы, крабы, гады, ну, которых половины нет, перевод на русский язык, и вот они это объединяют, то есть каталонская кухня это объединение вот этих двух вещей, то есть тут популярные, например, там, кролик с улитками в вине, или, например, рис с лесными грибами и кракатицей, то есть вот это вот чисто каталонские блюда, маре-монтане, но помимо всего этого, конечно, очень много морепродуктов, ну и в целом, я бы так сказала, что как такое, то есть в целом испанская кухня, я бы сказала, она достаточно прямолинейная, то есть испанцы не любят, в отличие от французов, там что-то стоять над кастрюлькой в течение трех часов, замерять температуру, вот этого редко происходит, поэтому практически вся испанская кухня, это берутся отличные свежие ингредиенты и оливковое масло, и они встречают друг друга на сковороде или в духовке, или где-то там, и, в общем, на гриле, то есть берется кальмар, берется оливковое масло, кальмар делается на гриле, там его посыпали перчиком, вот. Петрушка и петрушка не отличаются, кстати, очень любят петрушку и чеснок, здесь, так же, как и в России, то есть это прям приправа номер один, петрушка и чеснок, вот. Ну, соответственно, всего этого очень много, то есть просто свежие морепродукты, которые сделаны, только что выловлены, и вот на оливковом масле поджарены, и все отличного качества, это основное, есть категория Мара Монтани, где это все встречается, и есть, конечно, паэльи, то есть вот тут она не барселонская, хотя в Барселоне ее едят, она становится, сами барселонцы не говорят слово паэльи, а слово паэльи, оно валентийское, барселонцы называют это блюдо аррос и арросус, аррос означает рис, они просто в меню, они называются рисы, это на самом деле классическое блюдо, рисы каталонцы едят по воскресеньям, и вот местные рисы, они тоже могут быть Мара Монтани, то есть там какая-нибудь дичь, кабан и креветки, например, но рис, кстати, почему это здесь есть, потому что рис выращивают в Каталонии, как раз в долине реки Ябро, где они собирают креветок, там же рисовые поля, у них собственный рис, то есть это действительно историческое блюдо, и вот они соединяют в нем рис из долины реки Ябро, и, как правило, морепродукты, то есть паэлья, она есть, но отличается, я бы взяла вот этих вот районов, чем отличается каталонская, это вот эта вот Мара Монтани, и каталонская кухня в целом, она намного, она легче, она легче, чем пастильская, легче, чем андолусийская, андолусийская, очень много всего жарят во фритюре, вот эти маленькие рыбешки, их жарят во фритюре и в тесте, вот каталонцы не используют фритюры теста, каталонцы берут все такое свежее, сразу это парят, жарят, ну и последнее, что я бы сказала про культуру, здесь, конечно, есть влияние Франции, то есть я как бы вспоминала французов, что вот они любят постоять над кастрюлькой, поварить, то есть у каталонцев есть очень интересные десерты, которых нет в других частях Испании, каталонцы, например, это Майоркинская, ну я говорю про Майорку сейчас, технически это отдельный регион, но культура все равно каталонская, это каталоноговорящий регион, там есть пироги энсаймада, которые делают из такого очень-очень нежного теста, с разными начинками, это очень вкусно, они должны быть, правда, свежайшие, и там есть, вот, например, Майоркинская энсаймада, для тех, кто ест свинину, с собрасада и мед, собрасада, это такой паштет из свинины, с паприкой, вот они к этому свинному паштету добавляют мед, и это все булочки, такой мягкой, как бриоша на текстуре, такой, очень вкусно, если кто-то не пробовал, то будьте на Майорке, поешьте энсаймаде, то есть есть десерты, и практически огромное большинство испанских ресторанов, у которых есть звезда Мишлен, они находятся в Каталонии, да, то есть в Сиер братьев Рока, в Сиер Рока, есть, сейчас я их не вспомню, но есть два ресторана в Каталонии, у которых Мишленская звезда, есть еще одна пирожная, у которой десертное место, у которого тоже есть один Мишлен, и вообще исторически, это, кстати, в моей книге про это объясняется, что исторический шоколад весь в Испании делался каталонцами, весь испанский качественный шоколад, это каталонский шоколад, поэтому вот шоколад и вся кондитерская, это у каталонц достаточно сильно, и есть в Барселоне много кондитеров, таких вот звездных, они в Испании по телеку выступают, эскриба, есть булочная, адрес сейчас не скажу, но эскриба, она называется, где делаются такие, ну, как вот, а-ля французские десерты, вот это все изысканные, там, вот где по пять часов стояли, это все выкладывали, то есть такие элементы такого, конечно, есть в Каталонии, и его есть больше, ну, простая человеческая кухня, она, в общем, три категории, это паэлья, рис с чем-то, это мармунтания, и это просто, мы взяли, поймали краба, и пожарили его на оливковом масле, вот, порезаю помидор еще, и вина поставили, распоряжайте. Спасибо, и вот еще один, как раз добавлю сюда, кулинарный вопрос, почему вы все-таки взяли хамон, как ключевое слово книги про Барселону, это же общее блюдо для всей Испании, не выделяет Барселону. Да, да, я, как я это старалась объяснить, но, видимо, не до конца, что оно именно испанское, на самом деле, хамон по-каталонски и не хамон будет, хамон по-каталонски будет парниль, вообще, другое слово, это тоже самая вещь, но она по-другому называется. Здесь это именно, я выбрала именно слово, которое оно не каталонское, но которое знают в Испании, в Испании, прошу прощения, в России, то есть слово хамон в России на слуху, это были санкции, все говорили про хамон и пармезан, то есть хамон и пармезан, я просто решила взять такое известное слово, которое уже ассоциируется с Испанией, немножко маркетинг с моей стороны, но как символ, символ чего, но это символ того, что в своей книге я говорю в том числе и про еду, и про такую культуру обычной жизни, что люди живут, что они смотрят, куда они ходят, и вот это вот все, то есть это символ такой повседневной культуры, ну а слово я взяла, потому что оно известно россиянам. Ну действительно, ведь многие люди, они открывают Испанию через Барселону, начинают с этого города. А про иллюстрации, вы упоминали фотографа, и спрашивают, иллюстрации много, еще какие-то иллюстрации в книге есть? Да, я не знаю, сколько много, это, конечно, не книга с иллюстрациями, просто есть врезка. Я вам показала 10 фотографий, из тех, что есть, всего их 44. То есть есть еще. Да, много, много. Следующий вопрос. Как вам кажется, Барселона так популярна для туристов благодаря раскрученности, или в Испании есть другие города, споставимые с Барселоной по инфраструктуре, достопримечательностям и прочему? Тут, мне кажется, две вещи, конечно. То есть Барселона в какой-то момент раскрученно достигает таких объемов, что там уже бренд работает сам на себя. В Барселоне это, безусловно, происходит, и вот, как я уже поняла, есть синоним туризмофобии. То есть на самом деле местные жители уже и рады были бы немножко приостановить эту машину раскрученности. Но что касается по фактам, по достопримечательностям, как я сказала, конечно, в Барселоне есть вещи, которыми остальная Испания сосисаться не может. И это, прикиньте, вот нашей такой логики из России, это не древности. Потому что древности, это как раз, они есть в Барселоне, но они в Барселоне как раз не очень интересны. То есть барселонские древности, вот этот старый город, он, конечно, в Мадриде, ну, Мадрид, кстати, тоже не очень древний. Но вот в городах, которые вокруг, Толедо, например, вот город Толедо, конечно, просто в 10 тысяч раз интереснее Барселоны, именно по старости. Даже в самой каталонии есть годы Джерона. Джерона, если вы любите средневековое искусство, вам в Джерону, вам не в Барселону, на самом деле. А что? Что же такое есть? Что за козырная карта, которая есть у Барселоны, которая непобиваема? Это Антони, хочется отчества сказать, но нет его. Это Антони Гауди. Это сеньор Антони Гауди, который действительно очень большой художник, очень большой архитектор, такой человек с оригинальным мышлением настолько, что того, что он делал больше нет нигде в мире. Церковь его работы «Сограда Фамилия» — это самый посещаемый момент в Испании. И он делал еще и другие здания. Он работал в жанре каталонского модернизма, который придумал, не он, но работал в этом жанре, это архитектурный жанр, который, можно сказать, название есть только в Каталонии. И основные лучшие работы представлены, конечно, в Барселоне, и этого просто по факту нет нигде. Почему он появился, как он появился и так далее, подробно рассказывается. «А в каком месяце лучше посещать Барселону?» Ну, когда разрешат, имеется в виду. Мне очень нравятся эти поправки, когда разрешат, когда будет можно. На самом деле, кстати, эти поправки сейчас еще и в тему, потому что самый лучший месяц для посещения Барселоны, я бы сказала, те месяцы, что мы просидели в карантине с вами. Ну, это то, что в России весна и осень. То есть лето здесь, конечно, душновато. Так вот, тут еще море рядом, очень влажно, у многих людей очень плохая реакция организма на это. На самом деле, вот, кстати, нет, сейчас будет неочевидная вещь. Очень опасно приезжать, на самом деле, в апреле, потому что в апреле с большой долей вероятности будут введены дожди весь апрель. Часто эти дожди бывают и в марте, и в мае, но обычно это апрель. И что поразительно, один из самых лучших месяцев по погоде – это февраль. В феврале нет дождей, в феврале температура днем воздуха 18-25 бывает градусов. Ночью она, конечно, падает. Сильная разница температуры днем и ночью, так что, если приезжаете, берите там осенние такие добротные пальто, потому что днем в футболке, а вечером пальтишко нужно надевать, потому что температура падает от 20 до плюс 5. Очень сильный. Но февраль прям отличный всегда, солнечный, отличный, все дни как на подбор, плюс 17, плюс 20, это для того, чтобы поесть, выпить вина на террасе, поесть, погулять, сходить в дом Гауди, погулять по парку. Это все, это, конечно, фантастическая погода. Февраль – очень хороший месяц. Март, май могут быть хорошие, а может они повезти. То есть могут, например, в прошлом году май был нормальный, а в этом году май был дожди, дожди, дожди. То есть даже было бы хорошо сидеть в изоляции, потому что тут ходить, честно, не хотелось. Вот. Ну, летом жарко. И сентябрь, октябрь, ноябрь тоже, в принципе, хорошие такие месяца, хорошая температура. Дожди часто, редко бывают. Ну, вот уже со второй половины ноября, декабрь – это опять дожди. Дожди, дожди, дожди. Вот. То есть сентябрь, октябрь, переполовину ноября и февраль. Вот я бы сказала, это прям для именно таких туристических. Не на пляже лежать, если, а туристический актив. Но солнышко есть. Но если на пляже, то, конечно, это сейчас. Да, вот кто-то пишет, что действительно подтверждает, что февраль – лучший месяц, меньше туристов. Видимо, кто-то именно в феврале говорит в Барселону. Так. А какое-то производство в Барселоне есть, кроме туристической сферы? Вот вы производство риса упомянули, я помню. Да, да, да. В Барселоне есть производство, Барселона – это первый индустриальный регион всей Испании, до сих пор остается одним из самых развитых индустриальных регионов. Вообще вся индустрия, что в Испании существует, я бы сказала, наверное, 80% испанской индустрии распределено между страной Басков и Каталонией. В Каталонии до сих пор получает 30% от своего ВВП от индустрии, то есть бюджет распределен, 30% – это индустрия, 30% – это турист, и 30% – это перетичный сектор. То есть туризм гигантский все равно часть дохода, но это не так, что вот сидит Барселона и 80% у нее туризм, и без туризма тут все умирает. Нет, нет, очень много индустрии, очень много инженеров производят здесь. Здесь, например, находятся… Например, я работала с ним переводчицей, и здесь есть испанское агентство. Они делают дизайн поездов. Они делают дизайн поездов для московской кольцевой дороги. Новое метро, наземное кольцевое линия метро. Вот дизайн поездов делало испанское агентство. И новый дизайн поездов для метро Санкт-Петербурга делают испанцы сейчас. То есть не сами поезда, а дизайн поездов. Они работают даже с Россией. Помимо этого, здесь есть партнерская контора Airbus, французская компания, которая делает самолеты. Здесь делают кабель, например, солнечный кабель. Испания одна из внешних производителей солнечного кабеля. И мой любимый и интересный всегда факт. Испания — это абсолютный мировой лидер по производству биотуалетов. 97% биотуалетов всего мира производит Испания. Понятное дело, что это не такая прям впечатляющая индустрия, но вообще индустрия здесь есть. Например, всю железную дорогу, которая есть в Испании, ее строили и всю каталонцы. И до сих пор те офисы, которые разрабатывают эти высокоскоростные поезда, которые есть по Испании, они находятся в Испании. Так, следующий вопрос. Правда ли, что Барселона и остальная Испания — это совсем разные, они не похожи? Немножко вот уже затронули эту тему. Но вот все-таки ведь многие, как вы сказали, знакомятся с Испанией через Барселону и могут думать, что вот в Испании это вот примерно то же, что в Барселоне. Ну, вы знаете, я бы сказала, что вот это вот утверждение Испании совсем другое, Барселон, каталонцы совсем другое, чем Испания, я бы сказала, что оно скорее не справедливо. То есть это скорее не так. Потому что, ну, конечно, для самих испанцев различия колоссальны. Да, то есть они называют барселонцев и каталонцев немцами всей Испании. Да, что-то они такие холодные, невеселые, недружелюбные и работящие. Да, вот как немцы. Ну, конечно, это называют самих испанцев, потому что если вы приезжаете не из Испании, то разница не так уж и велика. То есть если вы приезжаете из России, то и Барселона, и Мадрид, это, конечно же, одна и та же... То есть они вместе уже очень много столетий, естественно, культура объединилась, естественно, все эти... То есть и для приезжающих из России, конечно, это однозначно схожая культура одной страны. То есть на российский взгляд люди очень гостеприимные, очень громкие, очень социальные, всегда собираются толпами по 25 человек. Есть эти различия? Да, они есть. Но эти различия, они, например, юг Испании, а центр Испании тоже очень сильно отличаются. Я бы даже сказала, что вот, на мой взгляд, например, различия между Андалусией и Кастилией, ну, заметнее, чем различия между Кастилией и Каталонией в каком-то плане. Ну, то есть они есть, но не до такой степени, что, ой, прям совсем другое, прям вот вы как будто в другую страну приехали. Нет, ну, это видно, что вы приехали в одну и ту страну, конечно же. Там дальше уже начинаются нюансы. То есть действительно в шутках, в этих всех таких стереотипах больших, какие-то есть доли, ну, на чем-то они основаны. Ну, например, то, что каталонцы – индустрия, они все равно очень много работают. А здесь такие закрытия, каталонцы – закрытие, чем Кастильцы. То есть в Мадриде, если вы выйдете куда-нибудь в бар вечером, вы уйдете оттуда с четырьмя новыми друзьями. В Каталоне этого не произойдет, вы будете ходить. В то время вам нужно ходить в один и тот же бар, ну, каждую пятницу, пятница на пятой, маме начнут разговаривать. То есть такое, конечно, есть. Это показательно. Да, да. То есть такие различия, конечно, есть. Каталонцы – закрытие, закрытие. Вот. Ну, там еще всякие шутки. Например, эта шутка находит, что по всей Испании, что каталонцы скупые. Я пишу об этом в книге, кстати. И пример этого, например, кстати, это то, вот к этому мне пришлось долго привыкать. В Мадриде и на юге Испании, если вы приходите в бар и заказываете там бокал дина или бокал бива или бокал чего угодно, вам к нему бесплатно подается закусочка небольшая. Там будет немножко нарезанной колбаски или чуть-чуть сыра, или оливки, или орешки. Ну, что-то такое, не суперсерьезное, но что-то будет. Вот. И я там была студенткой, и я очень привыкла, потому что это экономно, на самом деле. Выпьешь три бокала вина, тебя еще и накормят, потому что каждому бокалу приносят новый. Вот. И все, конечно, студенты города в Мадриде знают, где бахбары с самыми щедрыми тапос, где тебе навалят тарелку хлеба, например. Вот. А в Каталонии этого, такой привычки, и к этому привыкажешь, чем было истро, вот в Каталонии бесплатных тапос просто не существует закладка. Их нет. Даже там оливки и орешки, нужно заказывать, за них нужно платить. Два евро, как правило, стоят оливки. И если есть там во всей Барселоне буквально есть там два-три бара, где эта традиция ездит, тебе что-то принесут, и все эти бары открыты мадридцами. А чем вас еще Барселона удивила, когда вы приехали туда впервые? Ну, красота, у меня она оказалась очень красивой. Я начала с такого анекдота про, конечно, Бутерброд. Но мне казалось, что это просто невероятно, что такой город может существовать. Меня поразила, ну, то есть красота здания, это каталонский мандернизм, о котором я упоминала. Я тогда не знала, что это каталонский мандернизм. Вопросы очень красивые. Ты ходишь по центру города, очень красивые здания. А это первое, что вот у меня это было. И что она вся такая. Вот ты идешь, и где-то даже должен быть стрёмный район. Где-то же должен быть вот эти вот, не знаю, какие-нибудь уродливые здания, гаражи. Но этого просто нет. Вот ты идешь, 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 и все вокруг тебя продолжает быть красиво. Вот. Это первое. Второе, ну, это до сих пор меня на самом деле поражает. И, я думаю, всем, в принципе, понятно, что это большой город. Это большой город, да. Это вот, ну, Патерин живет миллион шестьсот. Ну, для России это не так много, для Москвы это мало. Но вообще-то большой город. Он как мегаполис. Тут есть вот автобусы, метро, вот эти все богатые бутики, суперрестораны. Вот это все есть. Но при этом город на море. То есть ты в любой момент можешь зайти, спуститься в метро и выйти из этого метро на море, да. И вот этот тот факт, что ты можешь выйти из метро на море, он меня, конечно, взорвал мозг тогда. Я ходила, мне кажется, он всем на свете говорил, понимаешь, ты можешь выйти из метро и выйти из него на море. Вот. Ну, честно говоря, вот, когда я это вот так, вот именно в такой формулировке я тебе сейчас сама напоминаю, это по-прежнему взрывает мозг. Вопрос о самой книге, даже два вопроса. На каком языке вы ее писали и где книгу можно приобрести и про стоимость тоже? Книга написана на русском языке. Она написана на русском языке для русскоговорящей аудитории. То есть, да, русскоговорящего читателя. Там все объясняются, феномены, с пояснением на примерах, понятных для русского языка. То есть это для российской аудитории книги. Российский русский язык. Вот. Где ее можно купить? Ее можно купить в Москве в практически любом книжном. Ее также можно купить на сайтах Озон.ру и Лабиринт. Заказать с доставкой домой. И стоит она... Там немножко были изменения в цене, но она около 500 рублей стоит. То есть плюс-минус. Ну, не меньше, не меньше, чем 500. То есть она может стоить примерно 500-700 рублей, в зависимости, я думаю, от магазина. Да, и напомним еще раз нашим зрителям, что это издательство Repo Classic, у которого есть целая серия за границей без ранья, посвященная разным городам и странам, увиденными нашими соотечественниками, скажем так. Наш за рубежом взгляд такой изнутри. У нас еще есть вопросы. Я думаю, это вопрос, которого не могло не быть. Как лично вы относитесь к каталонскому сепаратизму? Да, да, да. Ну как? Так, ну тут, конечно, неизбежен тот факт, что я все равно... То есть это не моя война, скажем так. Я всегда смотрю на это все равно с позиции сторонней наблюдательницы, потому что, ну, это не про меня. Я в другой стране родилась, выросла. Прям близко к сердцу у меня не получается понимать. Но чем больше я разбиралась, тем больше я понимаю, что этот конфликт, на самом деле, он не про экономику, он про... Это очень вот эти вот незалеченные раны гражданского войны. Потому что Барселона была на стороне тех, кто проиграл, это были республиканцы. Барселона была республиканской столицей. А Кастилия, не Мадрид. Тут важно, Мадрид тоже был, сражался на стороне республиканской столицы. Кастилия, все, что окружает Мадрид, это была территория Франко. Это были люди, которые поддерживали Франциска Франко. И поэтому вот то, что каталонцы-каталонцы, это практически полностью наложилось на то, что они были по разным сторонам этой битвы. И на самом деле это вот... То есть это они там, то есть даже когда идут перепалки, рано или поздно всегда вылезает тот вопрос, что у нас в Каталонии сотни братских могил, где покоронен тысяча человек во время гражданской войны, чьих имен мы не знаем, что их убийц не посадили, не были проведены суды военные, где бы признали военные преступления военного времени, где дали бы могилу, дали бы памятники. Вот это все не было сделано. И рано или поздно всегда оказывается, что конфликт о независимости, это не конфликт об экономике, это конфликт о наследии гражданской войны. То есть мне здесь сложно принимать в принципе стороны. Ну как бы, если я могу сказать, то я не была бы на стороне Франко, я абсолютно не на стороне Франко. То есть республиканцы, наверное, абсолютно точно ближе мне, по моим убеждениям лично. Но в любом случае это настолько, то есть это настолько, чем больше я разбиралась, тем больше я понимаю, что это настолько историческое, на самом деле, разбирательство, разбирательство о памяти, в историческом наследии, о непроведенных. Испания перешла от диктатуры к демократии мирно. Это одна из, по-моему, что ли трех стран в мире, которым удалось перейти от диктатуры к демократии мирно. Это было сделано ценой того, что они не проводили разбирательство вот именно вот этих военных. То есть они просто забыли, перевернули страницу, идем дальше. Но вот оказывается, что страницу не перевернули, и вот борьба за независимость, она вылезает в форме, то есть не борясь за независимость, а вот эти вот незалеченные раны, они прорываются в политику. Так, вопрос. Дарья ждала, что вы возьмете футбол. Наверное, имеется в виду в качестве заголовка тоже. У каталонцев же футбол — это целая религия. Почему не взяли его? Почему я не взяла футбол? Ответ очень простой, потому что я в футболе не разбираюсь, но, как я вам говорила, эта книга существует благодаря футбольному журналисту Ивану Калашникову, и понимая, что это целая религия, в главе, где я пишу про «Как живут каталонцы», я попросила Ваню написать мне абзац о том, что значит футбол для каталонцев, и вот там эксперт по футболу, футбольный журналист Иван Калашников, автор книги «Мир английского футбола», рассказывает про футбол. Я лично не взяла, потому что книга моя, я не разбираюсь в футболе, поэтому я взяла то, о чем я много писала, но вы абсолютно правы, футбол — это очень важно для барселонцев, я постаралась это передать самим экспертам. А есть ли в книге что-то про музей Пикассо? Есть в книге про музей Пикассо и про самого Пикассо, есть. Насколько честно, вот сейчас будет честный, это шокирующий ответ, насколько подробно честно, я не помню, потому что я начала писать книгу в 2017 году, закончила писать ее в 2019, какие-то части, естественно, я написала очень давно, я так полагаю, что часть с Пикассо, музеем Пикассо была написана вот примерно в 2017, ну и то есть я потом, понятно, конечно, перечитывала всю книгу и редактировала, но вот прямо сейчас точно есть, точно есть, но насколько много, я не смогу сказать, извините. Возвращаясь к индустрии, почему именно в Каталонии оказалось 80%? Нет, нет, 80% не в Каталонии, 80% это в Каталонии и стране Басков, в Испании есть два мощных индустриальных региона, это страна Басков и Каталония. В самом деле, это интересный вопрос, вот в нем я, кстати, вот если, вот в предыдущих издания, может быть, это еще одна глава, которую нужно написать, почему индустрия тут, потому что про индустрию я пишу, есть целая глава, насколько индустрия важна, но я не разбираюсь именно в почему так, и это очень, мне кажется, интересный вопрос, почему именно вот в тех двух регионах, Баски и Каталонцы, которые как раз известны еще не только своей индустрией, но еще и своим австративным характером и желанием периодически отделиться от Испании, то Баски, то Каталонцы говорят, а мы будем отдельно, и это те же самые люди, у которых исторически вот у них была индустрия. Почему у меня так, это очень интересный вопрос, имеет ли это, например, связь вот с этим национальным вопросом и насколько, это я на него не отвечаю, вот именно на этот вопрос этой книги, я на него сейчас сказать тоже не могу, но мне кажется, интересный вопрос, да, действительно, если будут переиздания, то, возможно, стоит в этом аспекте именно тоже посмотреть исторически. Дарья, а есть что-то, что вам не нравится в Барселоне и за что вы ее очень любите? Если что-то, что мне не нравится. Ну, люблю я Барселону, за что, я сформулирую так, я очень-очень люблю Барселону и больше всего люблю Барселону за дух свободы и такого очень жизнелюбия, которое здесь есть. Я знаю, что очень многие любят Москву за дух вот такого работы, где у тебя очень много всего происходит, нужно куда-то бежать. Вот я просто не такой человек, я не люблю, когда мне нужно куда-то бежать, и в этом я с Барселону очень сильно совпадаю. Барселону очень свободный город, где можно быть тем, кем ты хочешь, вообще. Я могу сейчас вот нарядиться в костюм сияющего кролика, преливающегося всеми цветами радуги, надеть ушки, выйти в таком виде за хлебом, мне никто слова не скажет. Я натурально это видела в карантин, там стояла, я пошла в булочную, вот стояли полиция возле булочной и мужчина, одетый в костюм средневекового монаха. Я думаю, что тут происходит? Полиция задерживает средневекового монаха, а нет, оказалось, что они просто себе пришли в одной турбуду булочную просто, это любимая булочная вот этих полицейских, а мужчина просто вышел за хлебом в костюме средневекового монаха. Как бы это просто, ну просто, почему нет? Вот сегодня у меня такое настроение. Вот. И вот это мне, конечно, вот этот дух свободы мне нравится, и мне нравится то, что здесь люди как раз не хотят никуда бежать, здесь есть такое вот наслаждение моментом, наслаждение просто какими-то простыми вещами, например, вот сесть на террасе, солнышком, чтобы твоя семья была рядом, чтобы дети были рядом, собака, они еще любят собак, взять вкусную еду, холодный бокал минералки, и вот ты сидишь, и просто разговариваешь с А4, со своими друзьями, какие-то, ну, музыка, концерты, вот просто такой, такая эссенция жизни, когда вот иногда бывает плохой день в Барселоне, и потом я сажусь что-нибудь в кафе, и я через полчаса вспоминаю, что, ааа, это просто плохой день, жизнь-то, она даже, ну, провалилась, эта задача провалилась, жизнь-то, она радость, и жизнь, она все равно вот в том, чтобы была возможность просто встретиться с друзьями хорошими, посидеть, поговорить, поесть, купить что-нибудь, вот это мне, вот мне очень нравится эта атмосфера, а что не нравится, есть такие вещи, которые мне не нравятся, и я бы сказала, что, ну, мне сложно с этим, вот именно закрытость каталонцев, я бы все это сказала, что я понимаю причины ее, но это все равно тяжело, то есть достаточно закрытое общество, и что, конечно, у тебя должна быть, ну, так или иначе, общество, в общем-то, поделено, здесь все-таки, если это каталонцы, то так или иначе, общество поделено на сторонников и противников и зависимости, и так или иначе, нужно какую-то позицию по этому поводу иметь, как вы поняли, я не очень хочу это делать, и это, конечно, тоже затрудняет немного, но то есть потому, что была очень острая политическая обстановка, я не знаю, как это будет дальше, может быть, сейчас эта острота, она убавится, и в этом плане страна станет попроще, и, может быть, закрытость уменьшится, но, конечно, вот эта сложность, это политическое напряжение и закрытость сложна. Так, вопрос о поездках. Если планируется поездка на короткий период, какие достопримечательности, места посоветуете посетить в первую очередь? Что обязательно для посещения? Так, что обязательно для посещения? Ну, конечно, нужно охватить, я думаю, вот этот Мармонтанья, я бы советовала вот смотреть на пляжи и на горы, на горы Монджуик подняться, то есть именно оценить, чем сами каталонцы гордятся, что море и горы так близко друг от друга, но это если, это, наверное, если есть два дня, если есть один день, то я думаю, что нужно, конечно, посмотреть на Дамагудин, на площади Грасси и на Саграду Фамилию и сходить, поесть испанский каталонский тапос на террасе. Вот это то, что нужно сделать, если есть один день. Если есть уже два дня, то тогда вот после того, как вы посмотрели на основные работы ГУДИ, то подняться на гору, сходить к морю. Ну и дальше уже по желанию, собственно, район Грасси, например, если уже у вас больше, чем два дня, обязательно сходить в район Грасси, вечером там посмотреть, как люди... То есть там, там достаточно нет, но там очень классная атмосфера. Можно тогда будет залезть еще на одну гору, бункер и Кармель, например, фантастический вид на город. Ну и просто там уже, там уже по выбору, и, в общем-то, вы можете выбрать, я когда в той части книги, где я рассказываю, как устроено Барселону и про историю, я отдельно про каждый район еще рассказываю, что здесь можно посмотреть, чем он знаменит, и так далее. Ну то есть, сейчас разумею. Если у вас есть один день, то это ГУДИ, и где-нибудь вкусно поесть, обязательно на террасе, потому что это вот, ну, это то, почему я больше всего скучала в карантин, террасы испанские. Это прям такой, это, здесь это не роскошь, то есть это не для богатых, вот эти террасы кафе, как раз очень часто очень бедные люди проводят там все время, потому что есть два, две вещи, которые там всегда стоят копейки. Это кофе, кофе в Испании никогда не будет стоить дорого, и если кофе в каком-то месте стоит дорого, вы оттуда должны встать и уйти из этого места, потому что это какие-то по-настоящему хипстеры открыли место, где кофе стоит дорого. Кофе в испанском месте, кофе с молоком не может стоить дороже двух евро. То есть даже в каком-то там супер-пупер-гипер-ресторане в здании самой Ла Петрере все равно, ну, кофе будет стоить ну, 2,50, да. Вообще кофе даже в хорошем ресторане будет стоить все равно стоить свои два евро. Он стоит от полутора до двух евро, потому что вот именно по этой причине, сейчас это говорю, и вторая вещь в Испании это пиво. Кто-то тоже стоит копейки. Это меня тоже поразил, кстати, первый приезд, что в Испании кока-колу выпить дороже, чем пиво. А водичку выпить дороже в Испании минеральное, чем бокал пива заказать. Вот этот бокал пива и кофе с молоком или без, это такие две основы кафе, потому что кафе в Испании это не роскошь, кафе в Испании это средство общения. Поэтому вот эти две вещи, чашка кофе и бокал пива, они стоят очень дешево везде и всегда, именно потому что кафе для всех. То есть любой человек может туда прийти, сесть и выпить пиво или выпить кофе. Даже бездомный, то есть даже бездомный может найти полтора евро, который, кстати, кружка пива, в принципе, полтора-два евро тоже стоит примерно так же, чтобы сесть в какой-то момент. И вот эти, кстати, это такой важный культурный элемент местной жизни. Это не какие-то там выдумки туристов. Вот, поэтому именно в первый день я бы рекомендовала дома Гауди и вот вечером на террасе посидеть, посмотреть, послушать музыкантов. Если есть два дня, то уже добавить море и гору. Если есть три, то я бы рекомендовала Грася, ну и дальше что вам интереснее, куда интереснее сходить, места, парки, музеи, много всего интересного в Барселоне. И, в общем, что где комплект находится в книге, я продлежу. Дарья, а что значит быть каталонцем? Каталонцами считают себя даже те, кто родился в Каталонии, но их родители, скажем, имеют корни из других автономии Испании. Интересный вопрос. Я, на самом деле, много, вот эта вторая часть моей книги, там я много пишу, пытаюсь ответить на этот вопрос, кстати, много. Вот. Ну, за всех, конечно, сказать не могу, у меня нет опыта родиться в Каталонии, но вообще, в целом, я бы сказала, что, наверное, да, что люди, которые родились в Каталонии, считают себя каталонцами, именно каталонцами какого-то происхождения и гордятся этим, но тут есть, конечно, определенные элементы и зависит от восприятия в обществе, потому что кому-то сложнее, но в целом каталонская власть много делала для того, чтобы было именно так, да, то есть, чтобы и многие дети чувствовали себя именно так, что вот они каталонцы, а родились по другой стороне. Ну, мои даже, у меня здесь есть подруга, у нее дочка здесь не родилась, дочке было 10, что ли, лет, но вот сейчас ее дочке 18, и, насколько я понимаю, что даже не родившись здесь, она, в принципе, вполне читает себя каталонкой, она там ходит на марш независимая, со своими друзьями, 18, они как раз романтика, протест. Вот, так что, ну, то есть, власти для этого делают очень много, стараются так, чтобы люди себя чувствовали здесь, как дома, и меня один раз даже назвали, я была на экскурсии в Жироне, экскурсия была на каталанском, и меня вот представили всей группе со словами, а вот с нами сегодня каталонка, которая приехала к нам из России. А вообще, легко ли было влиться в испанский социум, тоже такой есть вопрос, как они относятся к новичкам, вот вы, вам удалось влиться, раз вас назвали каталонкой, в России, да, сложно ли было влиться в социум? В Мадриде, я бы сказала так, в Мадриде было легче, это абсолютно точно, в плане именно, ну, то есть, в целом, я бы сказала, что все испанцы, в Барселоне, они не, они не дружелюбны к иностранцам. Я про это пишу в книге, что вообще быть русским или русской в Испании в целом, в Барселоне, в самом, в особенности, это классно, потому что у них там какие-то хорошие воспоминания, они пропустили всю холодную войну, и они вообще были, испанская гражданская война закончилась в 1939 году, и дальше была диктатура, и был достаточно такой железный замыс. Диктатура закончилась в 1975, то есть они пропустили всю холодную войну, и не участвовали в Второй мировой, и у них Советский Союз помогал республиканцам, тем, кто проиграли. Сейчас считается, что Франко, то есть, Франко считается печальной страной, в Испании, и есть симпатия к русским, то есть, вот эта эволюция, идея Кропоткина, идея Ленина, это, в целом, сейчас это смешно, но сейчас это очень популярно здесь, вот, и к русским относятся с большим интересом и большой симпатией, вот у меня даже на обложке книги написано, что главная идеология в городе социализм, в детстве многие барселонцы мечтали выучить русский язык, это правда, и отношения конкретно к русским очень доброжелательны, но помимо конкретно русских, в целом, испанцы, например, когда я училась в мастере, я училась на испанском языке, там, первое, что сделали мои одногруппники из Испании, они собрали большую вечеринку, куда они позвали всех, до кого смогли дотянуться, то есть, они подошли к иностранцам, подошли ко мне, была девочка из Китая, нам сказали, вот, приходите, будет вечеринка, специально, как бы, праздновали, попросили всех принести какое-нибудь блюдо из своей страны или своего региона для испанцев, то что там, как я немножко говорила, культура по регионам отвечает, культура, господи, еда, кухня, просили принести блюда, то есть, вот, сразу включили, включили у меня какие-то чаты, в общем, очень стараются, очень много интереса, никто там, не, злобы, злобы совершенно нет, что, в конце, с кого-то, встроить, но все равно в Мадриде это легче, а мои друзья, которые учились в Каталонии, говорили, что вот каталонцы что-то никаких вечеринок все дома не организовывали, никого не приглашали, да, то есть, вот этого опыта у меня нет, но я не знаю, у меня просто нет этого опыта. Что касается, как строится, помимо, ну, то есть, в зависимости от того, куда вы в Испании переехали, вам помогут это сделать более или менее радушно, а дальше, то есть, ваш личного характера, то есть, я знаю, что очень многие крутятся проблемы здесь с другим пониманием, ну, вот общения как такового, Испансы очень громкие, очень социальные, там вот эти поцелуи по четыре раза в чоке, вот я говорила, с чего начала, незнакомый дедушка меня три раза в чоке поцеловал, ни слова не поняла, что он от меня вообще хотел, вот, то есть, все целуются при встрече, сейчас, понятно, нет, но все прицелуются при встрече всегда, поэтому, кстати, говорят, что может у нас и коронавирус так быстро распространялся, громко говорят, говорят все одновременно, вот с этим очень многих русских проблем, у меня этого не было, потому что, в силу, особенно с моего собственного характера, я сама очень громко размахиваю руками, то есть, я даже, я ничего не заметила, мне наоборот стало комфортно, мне перестали говорить, что я слишком громко разговариваю на каждой вечеринке, что происходило всегда в Москве, по голосовым громким человекам на любой вечеринке, но вот это перестало со мной происходить, я наоборот была рада, потому что мне вот помахать руками, крикнуть официанту через площадь, это все никаких проблем за меня не представляет, поэтому в этой части конкретно мне просто, мой характер совпадает с требованием, но я знаю, что для других это может быть плохо, тяжело, но в целом, опять-таки, зависит от того, где вы, как вы, в Каталонии чуть сложнее, на севере не знаю, как в Мадриде познакомиться с местными ребятами очень просто, и тебе всегда очень помогают все, и вообще, ну, то есть, дальше возникают проблемы уже в том, что общие интересы, там, если кто-то там обсуждает что-то супер-испанское, вы это супер-испанское не знаете, но это уже такие детали, то есть, в целом, испанцы стараются помочь, ну, конечно, нужно знать язык, то есть, вот это, вот это, я, кстати, ни разу об этом не сказала, очень много есть такая идея, что сейчас я приеду в Испанию, и все со мной будут рассказывать по-английски, у английских достаточно, ну, вот тут у меня, к сожалению, печальная новость, не говорят в Испании на английском языке, в Испании на английском языке не говорят, английского, к сожалению, здесь недостаточно, и чтобы строиться, нужно говорить на испанском, да, нужно, в Мадриде, например, я уже говорила, что люди были ко мне очень добры, очень рады меня видеть, помогали мне, но это все, конечно, происходило на испанском языке. И в самой Барселоне Я тоже так понимаю, если человек говорит на испанском, то это хорошо, потому что каталандский он не знает, все-таки его у нас учат только в правильных университетах, а если русский человек говорит на испанском, видимо, это будет хорошо. Это хорошо, конечно, конечно. Но Барселона вообще испаноговорящий город, я бы так сказала, у меня наоборот здесь проблемы с тем, что вы, потому что каталандский я выучила уже здесь, в Барселоне, выучить, опять-таки, инфраструктуру для этого существует и классно. Мне как раз очень нравится, как каталандцы делают это для продвигать свою культуру в плане языка. Существует целая сеть, они в центре лингвистической нормализации, где можно учить каталандский, они спонсируются государством, их очень много, они есть практически в каждом городе, в Барселоне есть в каждом районе. Первый уровень стоит 30 евро, то есть на русские деньги это сколько? 1300 рублей. 3000 рублей, но это курс 3 месяца, то есть для языкового курса это очень дешево. И каталандский изучается, то есть я считаю, что в принципе похожие системы, конечно, был бы идеальный мир, если бы в каждом большом городе существовали вот такие системы, которые поддерживают государство для изучения местного языка, было бы классно. Вот, но в Барселоне вообще сложно практиковать каталанский, то есть я сходила, выучила, у меня сейчас достаточно уверенный каталанский, но Барселона не каталаноговорящий город. И даже те люди, которые со своей семьей говорят на каталанском, если они видят и слышат, что ты не из Каталонии, они просто автоматически переходят на испанский. В Каталонии, а в Барселоне очень сложно практиковать каталанский язык. А в Жироне, вот, например, если выехать вот туда уже, откуда, в Пучитимон, собственно, там каталанский можно практиковать легко, то есть в горах уже, там говорят на каталанском, им наоборот сложнее говорить на испанском. Но в принципе в Барселоне, если вы знаете испанский, его абсолютно точно достаточно, потому что Барселона в целом это испаноговорящий город. А что в Барселоне с безопасностью? Какая ситуация? Может ли человек, типа улицы, туристы, говорить по мобильному телефону? Или лучше его убрать в сумку и не показывать? Ну, я бы сказала так, за своими сумками, конечно, нужно следить в Барселоне, это город-карманник, то есть именно, тут это сложный вопрос, он не сложный, просто там несколько аспектов. То есть Барселона, с одной стороны, это один из самых безопасных городов в Европе, по статистике. Что это предполагает? Предполагает, что, ну, ничего серьезного с вами здесь, скорее всего, не произойдет, то есть здесь не убивают, не насилуют, не дают по голове, ну, в целом, вот, серьезных преступлений против личности в Барселоне не происходит. Она в этом плане один из самых безопасных городов, то есть можно ли идти в 3 часа ночи домой пешком из клуба? Можно. С вами можно по ночному городу гулять безопасно. Вот, но при этом, при этом, Барселона имеет гигантскую проблему с карманниками. Карманник здесь, это как бы один из самых безопасных и один из самых богатых на карманниках городов. За своими, конечно, сумками нужно следить, потому что вы будете не следить, сумку у вас выхватит, вытащит за тот кошелек и так далее. Здесь сейчас появилась мода, я думаю, здесь не уйдет, она и в Москве есть на вот эти сумки, которые, сумка туристов, у меня она есть где-то, который вот как этот кошелек, который ты на себя пристегиваешь, который раньше никто не носил, сейчас это фэшн, но в Барселоне вот сейчас такие сумки у всех. Потому что не только фэшн, а здесь это еще и просто необходимо, потому что когда она к тебе пристегнута, тогда ты можешь немножко расслабиться и не проверять, где там у тебя кошелек. В этом плане, да. Но если отвечая на конкретный вопрос, можно ли говорить по телефону на улице? Можно. Есть один, наверное, район, где с айфоном 11 или какой-то вообще с айфон вышел, наверное, в руки, а не стоит идти говорить. Но вообще в целом, кроме одного района, Раваль этот район называется, кроме района Раваль, абсолютно спокойно можно, конечно, идти, говорить по телефону, и все будет нормально. Ну а вот, например, сесть на пикник и положить телефон там в метре от себя на одеяло для пикника, я бы уже не рекомендовала так делать. К сожалению, у нас остается совсем несколько минуток, потому что время за разговором проходит незаметно, и вопросов много, и вопросы даже еще остались. И, возможно, это повод для еще одной встречи с вами. И последним вопросом я задам следующий, собирая, аккумулируя вопросы предыдущих участников. Это ваша первая книга? Будут ли еще книги? Будут ли переводы на испанский? Как я говорила, я являюсь одной из авторов книги-афиши «История русских медиа» с 1989 по 2011 год. Но я не единственный автор. Там есть соавторство, там много журналистов ее делала. Это моя первая книга, которую написала я сама целиком. Да, это моя первая книга. Вот. Будут ли еще книги? Ну, было бы классно, если они будут востребованы, если будет вот такая... Я готова писать еще. Мой издатель вроде бы как доволен книгой. Они сказали, что мы издадим. Но посмотрим, если будет успешна эта книга, если у меня будут какие-то идеи, какие еще книги можно создать. Мне это было бы интересно. Я думаю, что да. Но каких-то конкретных каких-то планов у меня нет. Вот. Мы, возможно... Единственное, что здесь конкретически было, мы говорили с моей коллегой, тоже журналисткой и доктором здесь. Это Ольга Лукинская, врач и журналистка. И мы с ней думали, может быть, вот такой интересный факт. Испанцы — это вторая по долгожизненной финансе в мире. Они выступают только к японцам. И вот мы думали, что, может быть, мы напишем совместную книгу, когда врач, о принципах испанской жизни, здоровья и так далее. Но это пока что тоже еще не до конца оформившиеся планы. То есть это из того, что конкретно. Так конкретики, конечно, у меня сейчас нет никакой, если честно. Но в целом опыт мне понравился. И я была бы рада, особенно если у читателей есть интерес, то, конечно, да, я была бы рада. Даня, спасибо вам большое за эту встречу. Я приглашаю всех участников с вашей книгой ознакомиться, ее приобрести. Или когда она будет в библиотеку взять на дом. Книга называется «Что такое Барселона?». Мы встречались с Дарьей Гавриловой. И надеюсь, что мы еще увидимся в Барселоне или в Москве. Это Дарья приедет. Дарья, спасибо вам большое. Спасибо всем участникам. И до новых встреч онлайн и оффлайн. Всем большое спасибо. Очень рада, что вы пришли. Субтитры сделал DimaTorzok